Дружба до первого бюджета Маны крышующих Расстрел оборотня Кто и почему устроил показательную казнь Жилина под носом у российских спецслужб Только главные события уходящих 7 дней обсуждаем с вами далее Это подробности недели, я Алексей Лихман Начинаем мы с трагической новости В Днепре сегодня были убиты двое патрульных Утром они попытались остановить автомобиль за нарушение правил дорожного движения Водитель неожиданно оказал сопротивление Начал стрелять и скрылся Личность убийцы установили очень быстро Им оказался бывший боец печально известного батальона Торнадо Все остальные подробности расскажет моя коллега Анна Каменева Это видео с камер наблюдения возле Днепровского автовокзала Иномарка проезжает на красный свет Патруль полицейских пытается остановить водителя Ситроэна Он скрывается, догнали здесь, на одной из вокзальных платформ С патрульным патрульным сел в автомобиль для оформления постановления За нарушение правил дорожного движения Вбил планшет, его данные для того, чтобы его посмотреть, пробить по базе розыск Он увидел, что патрульный это делает Так как он находился в розыске по статье 146 Криминального кодекса Украины Он подошел к нему, застрелился с его пистолета Также он открыл огонь по напарнику и по девочке, патрульной полицейской Злоумышленник стрелял из пистолета Макарова И делал это профессионально Патрульный не успел защититься Несколько пуль, выпущенных в упор Не дали 27-летнему полицейскому Артему Кутушеву Ни единого шанса Он погиб на месте Три пули попали в его напарницу Ольгу Макаренко Злоумышленник рванул к своей машине На видео можно увидеть, как его пытается остановить водитель микроавтобуса безуспешно Я просто подъехал и задерживаю его Соттеры в машину и все И он мне стрелял Он в капоте пули Смотрите Несколько часов в больнице боролись за жизнь 36-летней Ольги Макаренко Оказалось, ее травмы несовместимы с жизнью Операция длилась три часа К сожалению, мы не смогли ее спасти Из-за полученных травм она скончалась Нападавший успел скрыться Его личность в полиции установили Это Александр Пугачев Уроженец Тореза Донецкой области Ему 33 года Бывший боец торнадо батальона специального назначения Который входил в состав МВД Пугачев Александр Андреевич Родившись в 1983 году Подтвердится информация, что Пугачев Александр может быть особенным охоронцем Такого особи Онищенко, который имеет отношение к торнадо Если это Пугачев, мы сейчас устанавливаем Да, он бывший боец батальона торнадо Руслан Онищенко Это командир батальона торнадо Неоднократно судимый Он и еще 11 бойцов Обвиняются в ряде тяжких преступлений В создании преступной группы Пытки, изнасилования неестественным способом Это кадры со следственного эксперимента Сегодняшний зачинщик стрельбы в Днепре Один из тех, кто находился в розыске Пугачева И его позывной гамме Обвиняет по тем же статьям Что и остальных задержанных торнадовцев Главный военный прокурор Анатолий Матиос На своей странице в Фейсбуке Приоткрыл несколько фактов по этому делу Двое молодых украинских полицейских загинули Вимушенный сказать лишь одно Полицейские все громадяни мают знать и памятать Саме таких покидьков, как торнадовец Пугачев Гаммі активно защищал И защищает нардеп Семен Семенченко Вин же Грішин Владимир Бойко, журналист, автор расследований О батальоне торнадо Рассказал, что собой представляет Пугачев Сейчас в Днепропетровской области объявлен план Перехват сирена Ближе к вечеру Пугачева задержали С огнестрельным ранением Как оказалось, патрульная Ольга Макаренко Успела открыть огонь И смогла ранить убийцу Анна Каменева, подробности недели Телеканал Интер Подробности задержания нам уже сейчас готова рассказать Моя коллега Светлана Шекера Она с нами на прямой связи Светлана, я тебя приветствую Мы уже знаем, что убийца был ранен Насколько серьезно доживет ли до суда? Вот что интересует И как, собственно, его задерживали? Какие подробности известны? Буквально перед выпуском Стали известны подробности задержания Александра Пугачева Сейчас он находится в областной больнице Имени Мечникова Пугачев пришел сюда сам Как оказалось, полицейская Ольга Макаренко Успела выстрелить и ранить Пугачева Правда, интересная деталь Врачам он представился как Михайленко Вот что по телефону рассказал нам Главный врач больницы Увидели, что это точно пулевое ранение Сообщили милицию Пока шло обследование Приехали милиционеры Его задержали Есть одна такая интересная деталь Он в 2014 году был ранен На востоке Украины И с ранением легкого Он был в больнице Мечникова Получал помощь Именно в отделении реанимации Я думаю, это и послужило Его самостоятельному приходу Именно к нам В больнице его и задержали Сейчас Пугачев на операционном столе У него ранение живота И вот интересная деталь Которую удалось узнать По одной из версий Полицейские думали Что Пугачев забаррикадировался В одном из домов Днепра В обычной пятиэтажке Около дома нашли брошенную иномарку Жители пятиэтажки рассказывали Что якобы видели человека Похожего на Пугачева Полицейские отцепили этот дом Даже выбили дверь В одной из квартир На первом этаже Но Пугачева там не обнаружили И получается, что Убийцу задержали Благодаря бдительности врачей В эти минуты К областному управлению полиции Сходятся люди Жители Днепра несут цветы и лампадки В память о погибших При исполнении полицейских И завтра в Днепре приспустят флаги В память о погибших При исполнении патрульных Мы остаемся дежурить В эти минуты Идет пресс-конференция Главы над полиции И мы готовы вам сообщить Немного позже О том, что она рассказала Студия Света, если будут яркие Интересные заявления Громкие Мы обязательно с тобой еще свяжемся Это была Светлана Шекера Из Днепропетровка С нами на прямой связи И уже свои соболезнования Семьям погибших патрульных В Днепре выразил президент Петр Порошенко Он отметил, что преступность Бросает вызов нам всем Ну, а мы сегодня с вами Попытаемся разобраться Есть ли у Украины силы Чтобы на этот вызов Достойно ответить Ведь сегодняшнее происшествие В Днепре не единственное В перечне криминальных событий недели О поднявшей голову преступности Поговорим уже совсем скоро Пока же о депутатской арифметике Она простая Два в бюджете, три в уме В парламенте начались первые дрязги Депутаты наконец увидели бюджет 2017 Но и тут же разделились на два лагеря Поддерживающих и жаждущих переписать основные цифры Последних больше И аппетиты непомерные Нардеп Пинзенек насчитал, например Хотелок на 410 миллиардов гривен Это больше половины сметы страны Кстати, сам бюджет Не единственный документ раздора Народный фронт продолжает Завидным упрямством проталкивать Проект закона о спецконфискации В очередной раз тем же упрямством Игнорируя замечания К нужному закону Со стороны коллег по парламенту И европейцев Методы убеждения используют старые Чуть что идет не так Угрожай развалам коалиции О политическом шантаже Старте бюджетного марафона И рестарте спецконфискации Екатерина Лысенко То что обычно удавалось только к концу декабря В этом году правительство сделало в отведенный законом срок Проект до госбюджета вовремя попал из правительственных кабинетов в парламент И не был как раньше сразу же отозван для доработки У каждого депутата на руках толстые папки с расчетами А в глазах азарт Ведь всю осень можно госрасходы делить Мы с вами реалисты Мы понимаем о том, что осень это горячая пора Не только для наших аграрьев Но горячая пора для наших депутатов Которые начинают в бюджетном процессе Искать свой личный интерес И снова чуть ли не впервые Кабмин обещает открытые обсуждения Не в пуларах, не в закрытых кабинетах А в зале парламента на комитетах и в телеэфирах Чтобы страна понимала Почему доходы с расходом и сверстаны именно так В повестке дня парламента Даже целый час выделили для бюджетных дебатов И хотя депутаты собрались, как всегда, не в полном составе Министры пришли почти всем Мы бы очень хотели, чтобы мы провели с вами в стенах украинского парламента Очень качественную дискуссию Что до того, какая будет остаточная редакция этого бюджета За 15 минут профильный министр презентовал основные параметры Главные цифры госбюджета Но понимание и поддержку он встретил, похоже, только во фракциях коалиции Которым уже почти год хронически не хватает голосов для принятия решений Проект бюджета, рассчитанный с ростом ВВП в размере 3%, с размером инфляции в размере 9%, с обменного курса в размере 27 гривен Проект бюджета Искать голоса, чтобы все-таки провести госбюджет через парламентский зал придется, как и в прошлые годы, за бортом коалиции А там проект Кабмина, мягко говоря, не устают критиковать Яким чином они рассчитывают инфляцию 8%, когда тарифы поднялись вдвече и электроэнергия поднялась на 25% 14 миллиардов на инфраструктуру и только 800 миллионов на энергоэффективность Сегодняшними высокими ценами на коммунальные послуги, высокими тарифами Мы должны, как государство, обеспечить людям уменьшить споживание энергоресурсов И для этого нужны деньги, и это на 800 миллионов В итоге все обсуждение переросло в призывы малых фракций отозвать проект до бюджета и заново все посчитать А оппозиция и вовсе пообещала написать свою смету Партия «Оппозиционный блок» разработала свой проект бюджета, альтернативный Несмотря на то, что права оппозиции в парламенте нарушаются И у нас нет возможности отстаивать свои законопроекты, поскольку они просто не рассматриваются в зале фракциями коалиции Тем не менее, мы публично презентуем свой бюджет 2017 года, в котором будет место зарплатам и пенсиям В котором будет место программам развития регионов В котором будет достаточное финансирование для образования и науки В котором будет поддержка отечественного товаропроизводителей Впрочем, битва за бюджет не единственное, что разделяет этот зал Еще один вопрос о деньгах до сих пор не закрыт И это тоже депутаты могут обсуждать всю осень Спецконфискация Речь идет о миллиардах Это арестованные активы Януковича и его соратников На появление этих средств в бюджете рассчитывал тогда еще премьер Яценюк Теперь о них говорит и премьер Гройсман Но зал по-прежнему за спецконфискацию не голосует Но камень преткновения во всей истории со спецконфискацией Сам текст закона, а вернее его отсутствие Депутаты отказываются голосовать вслепую А фронтовики новую версию документа показывать не хотят Лишь призывают голосуйте Пока я не увижу законопроект, я за него голосовать не буду На сегодняшний день те законопроекты, которые приходили в зал Нашим комитетом по противодействию с коррупцией часто признавались коррупционогенными Причина в том, что почему-то хочет его в тайной редакции вынести на голосование Основный запобежник у депутатов, что они те, кто не голосует Это то, что там закладены механизмы рейдерства, которые могут торкнуться простых людей Например, когда в основу обгрунтования покладают довод, а не належный доказ, а обгрунтованный довод, который есть предпущением И на основе предпущений будут застосовывать юридические наследки в виде конфискации майна Это торкнется, если это торкнется, и не будет массового характера, это будет очень плохо Но как бы фракция бывшего премьера не списывала все только на нежелание голосовать и не кричала, что все пропало Нардепы уверяют, с активами беглых чиновников ничего не случится, а время для принятия нормального закона еще есть Они кричат, что если ничего не случится, то в сечение месяца эти деньги исчезнут Но если есть постанова следствия про арест этих денег, то куда они исчезнут? Это первое Другое, они говорят, что нет механизма обернения на властность державы майна хозяин, которого неведомые Но я радую им почитать статью про бесхозное майно Есть все механизмы На этой неделе по требованию фронтовиков спецконфискацию снова хотели внести в повестку дня Три раза пытались, но зал не поддержал Как не поддержал и летом, когда хотели протолкнуть документ Помнится, тогда во фракции бывшего премьера даже ультиматумы выдвигали Мол, без спецконфискации, народный фронт голоса ни за что не даст Однако, как показало время, то ли ультиматумы не впечатляют, то ли им самим принципиальность изменяет Екатерина Лысенко, Геннадий Никенко, подробности недели, телеканал Интер Продолжим тему с Юрием Бойко, лидер оппозиционного блока, гость подробности недели Юрий Анатольевич, здравствуйте, спасибо, что пришли Здравствуйте Вы уже успели ознакомиться с проектом госбюджета на 2017-й, я так понимаю Что скажете, вот правительство называет его честным, вы согласны с таким определением? У нас действительно наиболее важное событие на прошлой неделе, это старт бюджетного процесса Рассмотрев этот бюджет, мы видим, что есть серьезные проблемы Первое, недостаточно средств для индексации зарплат пенсии, в том числе минимальный зарплат Поскольку инфляция и рост цен, которые уже заложены в бюджете Придут к тому, что люди будут жить хуже, если оставить эти показатели в сегодняшнем виде Поэтому для нас это основная препона, почему мы не будем голосовать за бюджет Мы не можем проголосовать за бюджет, который ухудшит жизнь людей А в этом бюджете это, к сожалению, так Кроме социальной гарантии, что бы еще изменилось? Кроме социальной гарантии, мы считаем, что должны быть предусмотрены меры по развитию экономики Это то, что принято в мире, это снижение налогов на реально работающие предприятия Это доступное кредитование, это поддержка секторальной направлении экономики К сожалению, этого тоже нет, что ставит под сомнение достижение 3% роста ВВП, что анонсировано правительством Кроме того, есть серьезный фактор, который будет тоже проблемой для наполнения бюджета Это массовая коррупция, практически растаскивание природных ресурсов нашей страны Это и янтарь, это вывоз леса, это встречные потоки контрабанды, которые заходят в страну Это тоже проблема, поэтому мы, подойдя объективно к оценке бюджета Мы готовим свое предложение к 1 октября по регламенту И будем предлагать свою версию и рассчитываем на диалог с правительством С вами кажется странным, что за разговорами о бюджете 2017 Очень мало сейчас, практически не говорят о бюджете 2016 А что с его наполнением, что с его выполнением Еще зимой его обещали переписать, но пока его сыны не там Он будет выполнен к концу года, как вы считаете или нет? В первую очередь это касается, естественно, социальных незащищенных слоев населения Субсидии, пенсии, зарплаты бюджетникам Ну, все признают, что наполнение бюджета отстает Отстает как раз по тем причинам, о которых я сказал Это и массовая коррупция, недостаток действий по развитию экономики Практически заторможение экономики Остановка работающих предприятий Поэтому проблемы очень серьезные есть И это обязательно надо учесть Про формирование нового бюджета Собственно говоря, мы этим и аргументируем Что надо принимать действительно честный бюджет Действительно понятный людям И это, пожалуй, последний шанс для нашей страны Сделать какое-то движение вперед Если будет бюджет развития Еще один острый вопрос И острый он для оппозиционного блока В ближайшее время в парламенте может появиться проект постановления О снятии депутатской неприкосновенности С вашего коллеги по партии Николая Скорика Я прошу вас прокомментировать эту ситуацию Ну и какой ваш прогноз? Хватит в парламенте голосов, чтобы это сделать? Ну, однозначно это политическое преследование Политически мотивированное дело Имеющее под собой две задачи Первое, отвести от внимания общественности Почему два года заблокировано расследование Трагедии в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года Когда в здании профсоюзов убили почти 50 одесситов Следствие не ведется И вскоре как раз играл активную роль в том Чтобы подключить международное сообщество Чтобы возобновилось следствие Чтобы правоохранительные органы страны Нашей страны Занялись поиском виновных И привлекли их к ответственности Вторая причина Это запугать оппозицию Закрыть рот нам Чтобы мы не критиковали власть Чтобы мы сидели молча там Возможно и голосовали за то, что вы И возможно и голосовали Но сразу хочу сказать, что это не получится Мы абсолютно уверены Я считаю, что вскоре вообще бессмысленно в чем-то обвинять Поскольку более толерантного и взвешенного руководителя Который практически не мог дать команды Там кого-то избивать Там какие-то силовые акции делать Поэтому считаем, что это чисто политическая репрессия Попытка свести счеты с оппозиционным блоком За принципиальную позицию по критике сегодняшней власти Спасибо за этот разговор Спасибо, что пришли Лидер оппозиционного блока Юрий Бойко был гостем подробностей недели Ну а в ситуации, когда ресурсов Катастрофически не хватает Правительство ищет любой способ наполнить бюджет В очередной раз вспомнили Об игорном бизнесе Его запретили у нас еще в 2009 году Тогда запроголосовали 390 нардепов Сейчас же, наверное, во всех полисилах Готовы снова дать этому бизнесу зеленый свет Правда, пока еще не решили На каких конкретно условиях В правительстве боятся упустить такую удачу Министр финансов уже заявил, что поддержит любой вариант Рады В свою очередь глава МВД считает вероятную прибыль По оценкам Авакова речь идет о полутора миллиардах долларов в год Интересно, в чьих карманах сейчас оседают эти миллиарды? Ведь за 7 лет игорный бизнес не исчез А просто работает как теневая кормушка Для кого же сейчас крутится рулетка? Олег Решетняк проверял ставки Казино, игровые автоматы, покер на деньги Игорный бизнес не закона Но не в дне игры Только на одной из центральных улиц Киева Мы насчитали 9 пунктов по продаже государственных лотерей Так они называются официально Но на самом деле за яркими вывесками скрываются игровые центры По закону играть запрещено еще с 2009 года Но всем ли закон писан? Идем посмотреть своими глазами Здесь приглашают поиграть в лотерею Но на столах десятки компьютеров На экранах картинки, которые напоминают одноруких бандитов Пытаемся поиграть, я просто не гадаю твоим делом Сейчас, конечно, получение не было Платим деньги, получаем личный счет И вперед, погоню за удачей Пытаемся сорвать джекпот 200 гривен, которые я потратил на кредит У меня остался только такой чек Даже не указана общая сумма, которую я потратил Попробуем найти счастье в другом игровом центре Здравствуйте Где у вас касса? На 200 поменяйте Нам везет Вот он, выигрыш Везет и дальше Рядом уже и охранник заведения И другие игроманы Ну как, фортит? Нормальный аппарат? Класс Еще несколько попыток И на счету Ноль Говорят, новичкам везет Но нам, похоже, нет Всего за полчаса мы проиграли 400 гривен Сначала у вас вроде бы все получается Вы уже представляете, как забираете свой выигрыш Но потом в определенный момент система работает так, что вы все равно проиграете Контора всегда зарабатывает больше Зарабатывает миллионы Вот это подпольное казино, которое накрыли прошлой зимой Приносило прибыль миллион гривен в день А на этой неделе СБУ накрыло крупную сеть интернет-казино Только в одной точке изъяли 7 миллионов гривен А их по Украине сотни В чьи карманы уплывают деньги С моими помощниками зашли в нелегальное казино в городе Житомире Позвонил начальнику главного УВД нашего Житомирской области И просил его приехать по этому адресу Буквально через три минуты погасили свет Погасили все автоматы Как вы думаете, почему это все произошло? Потому что есть прямая связь То, что связь может быть, не отрицает даже глава национальной полиции Что касается крышевания, вы знаете, что К сожалению, есть такая болезнь Есть такая болезнь в нашей стране Когда и правоохранительная система И политика, и экономика, и криминалы Очень-очень все тесно связаны Да, это есть болезнь Но мы должны наработать для того, чтобы упразднить И реально выявлять тех людей Которые занимаются нелегальными делами В судорожных поисках, как наполнить бюджет В парламенте заговорили о легализации горного бизнеса Большие люди хотят развлекаться Пусть развлекаются Но государство будет от этого всем Если государство считает, что без этого в нашем жизни никак Мало нашим детям пива, наркотиков, оружие, война Давайте еще дамо возможность в беду в семью и на игровый бизнес Будет туризм, будут новые рабочие места И будут соответствующие отчисления в бюджет По нашим прогнозам Это около двух миллиардов в год Только от казино Факт остается фактом Игорный бизнес хоть и не на легальном положении Зато живет припеваючи И доказательство тому Количество больных, которым ставят диагноз Игромания И в принципе легализовать или не легализовать игорные автоматы От этого ничего не изменится по большому счету Если после легализации игровых автоматов Если это случится Поставить условия, чтобы собственники поставили несколько автоматов Которые без потери денег Некоторые люди, возможно, будут в этом находить допинги Пока спорят, что делать дальше Нелегальные казино и игровые автоматы Спокойно работают и дальше Без лицензий, без налогов Получается, кому-то выгодно на это закрывать глаза Ведь все эти центры Всего в паре шагов от полицейских участков Налоговых и районных администраций Всех тех, кто закрывать глаза Как раз и не должен Олег Решетняк, Татьяна Терещенко Олег Невядомский, Максим Чеблин И Павел Шестаков Подробности недели Телеканал Интер Мы внимательно смотрели сюжет с Татьяной Остриковой Членом комитета Верховной Рады По вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна, здравствуйте, спасибо, что пришли Давайте обсудим то, что увидели Ваша оценка Какой все-таки объем теневого игорного бизнеса Сейчас крутится в Украине Может речь идти о полутора миллиардах? Добрый вечер, Алексей Действительно, как известно, в Украине Гральный бизнес заборонен из 2009-го И наша фракция витает это решение Фракция самопомощь витает это решение Потому что в нашей стране Цей бизнес азартных игор Побудованный таким образом, чтобы Викачевать, просто обдирать Гроши из кишени бедных Украинцев и перекачивать их До кишени богатых В то время, как в этом мире Казино – это бизнес и развлечь Для многих людей И саме покликаный на то, чтобы Их надлежковые деньги забрали И в виде податков стягивать в бюджет Но если выкачаным наполнять все-таки Бюджет страны, возможно, варят, который вы бы поддержали? Если говорить про теневый оборот Вы знаете, сейчас смотрелся сюжет Лишь в Киеве, за оценками Экспертов и аналитиков, действует Близко 400 подпильных нелегальных казино Маленькое казино – это казино В каком близко 20-30 Компьютерных мест Яки насправді є игровыми автоматами Великий казино Их только прибуток в день Становит близко Чистий прибуток в день Это 100 тысяч гривен Если мы говорим про прибуток нелегального Великого казино То это может быть до 1,5 миллиона гривен в день Так вот, только по Киеву Теневый оборот Становит 400 миллионов гривен в месяц Если пораховать То это близко 5 миллиардов гривен в год И эти деньги находятся полностью в тюме Это только мы об одном городе говорим А сколько по всей стране может наполнить Ну, в случае принятия этого закона Сколько в бюджет может прийти? Если говорить То Киев становит близко Одной третины Можливо, одной четверти От оборотов нелегального Игорного бизнеса по Украине Тому, за самими скромными оцинками Это близко 20 миллиардов гривен в год Оборот И в виде податков До бюджета могло бы прийти В 3 до 7 миллиардов гривен Грошей Но, на жаль В нас на сегодняшний день Читко пораховать неможливо Тому, что законодавшего подгрунтя немае Татьяна, ну вот я уже зрителям говорил Что все эти деньги все равно крутятся Только они сейчас в тени Ведь за 7 лет Вы сами только что подтвердили Казино не исчезли Они просто наполняют чьи-то карманы Чьи карманы? Согласны ли вы с заявлениями других депутатов О том, что серый игорный бизнес Сейчас спонсирует кошельки силовиков Называются МВД Найбільшими дыховальниками Нелегальных казино И вообще игорного бизнеса Есть, как не дивно, податковая Податковая милиция В податковой даже створен Такий схемный вид бизнеса Есть специальные организации Яки занимаются Сбереганием Конфискованого майна И если, например, активисты Или народные депутаты Работают облавы Спольно с правоохранными органами Однорукие бандиты Вилучаются Передаются податковой милиции На зберегание Все специальные установы И потом Ему же передаются Назад властникам Коллега Береза Говорил, что Была одна точка На трещине Яку он с правоохранцами Закрывал 20 раз И она открывалась Знову Инша речь Что также прокуратура Есть информация Что до этого причем Причем прокуратура Безумовно Татьяна, ну а если все-таки Дело дойдет до голосования Через наш парламент Не могут пройти и более И менее То есть принципиальные вопросы Возможно, что Закон будет просто провален Только для того, чтобы И дальше финансировать Тех, кто сейчас Нагревает на нем руки Справа в том, что Те закони, которые Пока что вносились В парламент Они наражались На значную критику Через то, что Они были виписаны Под то, чтобы Зберегти монопольное Становище на рынке На сегодня Гральный бизнес Скривается за лотерейщиками Потому что В 2009 году Было сказано Когда заборонили Гральный бизнес Что все заборонено А по лотерейам Працюют те ліцензии Яки были ранее видані Коли мы подивимось Зараз на сайт МСЛ То мы побачим Там ліцензия Видана 2001 Сроком дій По 2014 Рік И саме лотерейщики Зараз Видают франшизи Букмекерам Деякі З цих лотерейщиків Навіть Отримали Куплені сертифікати Что ті Гральні автомати Одноруки бандити Які у них є Насправді Є комп'ютерами І за цим Вони ховають Насправді Оці нелегальні Закон провалити Могут Ради сохранения Кормушки Ті закони Які поки що Заходили в Верховну Раду Вони були Виписані Під дві Скажімо так Під двох Вигодонабувачів Це пятизіркові готелі Які Близькі до одного З українських Мільйонерів Чи то пак Мільярдерів І це Лотерейщики Які зараз Є операторами ринку Тобто Поки Як завжди Думають Не о бюджеті А о удовлетворенні Лоббістських інтересів Ми будемо звертати увагу На те В законопроєкті Щоб прибрати ці автомати З вулиць Вони повинні бути В спевних резерваціях І вони повинні бути Під повним контролем держави Ну понятно Що вопрос серйозний І требует большого обсуждення В Аталії Будуть серйозні В парламенті Татьяна Острикова Член комітету По вопросам налоговой Таможенной политики Была наша гость Спасибо Таня Что пришли Приходите еще Ну а мы продолжим Начинали мы выпуск С показательного преступления В Днепре Где бывший торнадовец Убил двух полицейских Грустно признавать Но на нынешній неделе Это не единственное Резонансное преступление Нападение в Одессе Убийство директора фирмы Капорол Крупное ограбление В столице И снова никто не задержан Как нет подвижек И в других громких делах О росте преступности Говорили и нардепы Кстати в который раз Без министра внутренних дел Арсен Аваков Почему-то заседание Парламентского комитета По обеспечению Работы правоохранителей Все чаще пропускает Цифры народные избранники Озвучили еще более удручающе Так почему же Растет преступность И действительно ли Проблема в том Как выразилась Глава нацполиции Хатия Деканаиза Что украинцы Просто обеднели Ответы искал Алексей Пшемыцкий Обуглившийся металл Полопавшиеся стекла И следы крови на асфальте Это кадры Не из зоны АТО Это мирная Одесса В домик охранника Обычной автостанции Бросили коктейль Молотова Ожог 90% поверхности тела Третьей степени Спасти его не удалось Передел рынка перевозок Банальное хулиганство У следствия ответа Пока нет Ну разве мало По городу сейчас бегают Людей в масках Которые кидают Коктейль Молотова Ну вот прибежали Три часа ночи Закидали И эту будку И ту И убежали Мало ли что не нравится Еще одно резонансное преступление Этой недели Убийство директора немецкой компании Производителя красок Капарол Павла Заможного Застрелили под Киевом В МВД пока лишь заявили Это заказное убийство Стреляли из редкого пистолета Браунинг Друг погибшего Нардеп Гончаренко Уверен Это дело рук бандитов Где-то год назад Началось давление на Павла Со стороны криминальных структур Связано было с вопросом Аренды здания И я знаю Что он обращался В правоохранительные органы В Киеве Четверо в форме СБУ Нападают на мужчину Возле обменника Отбирают 2,5 миллиона гривен В Херсонской области На рейсовый автобус Напала банда налетчиков Отобрали деньги У водителей и пассажиров Для этого Они даже открыли огонь Это факты только Этой одной недели Украина словно вернулась В 90-е В большинстве случаев Результат оперативности Оперативников Никто не задержан Грабежи, нападения, разбой Даже о преступлениях Которые раскрыть Дело чести полиции МВД сказать нечего Как с делом Об убийстве Известного журналиста Павла Шеремета Которого подорвали В автомобиле В центре Киева Рядом с десятками Камер наблюдения К сожалению Кроме рутинной Ежедневной работы Которой мы занимаемся Пока новости нет Силовиков на этой неделе Вызвали на ковер В парламент Вопрос один Что дальше делать С ростом преступности Министр внутренних дел На заседание Парламентского комитета Не приходит Который раз Вместо Авакова Здесь чаще Табличка С его именем Очередной прогул Министра Сразу же вызвал Вопросы у нардепов На комитет не приходит Все они заняты Информации Никакой нет от него Параган Замглавы комитета Нардеп Николай Поломарчук Сразу же Озвучивает Новую статистику Говорит В сравнении С 14 Количество преступлений Выросло на 50% Есть что добавить Генпрокурору Вместо министра Которому бы стоило Отчитаться Почему растет преступность Оправдываться приходится Главе национальной полиции У нас нет денег У нас нет бюджета Для того чтобы Переодеть Переопуст полицейских Проблема в том Что наш народ Беднеет Проблема номер 2 Закон Савченко 34 тысячи человек Выйдет на воле Очень скоро У закона Нету обратных связей Каждое Десятое преступление Которое у нас есть Реально связано С людьми Которые были Затриманы И выпустены После принятия Этого закона О том Что виной всему Закон Савченко Заявил и сам министр Правда в посте На фейсбуке Но вот еще В прошлом году Когда этот закон Принимали Его же коллеги Почти вся фракция Народного фронта Проголосовали за Теперь же фронтовики Говорят Мол выбора не было Но вот бывшие Правоохранители и депутаты Уверены Дело не в законе Савченко И не в том Показова реформа Реформа не произошла Сегодня Сегодня нужно Принимать критичные Кроки Для того Чтобы Подолвать Злочинность Хватит ли воли Довести реформу До конца Или она Закончится Просто сменой Вывески Все ответственность За происходящее Действительно Несет министр И его Заместители Если они Будут не справляться Они должны будут Понести Политическую ответственность Правда Нести Политическую ответственность Не в украинских Традициях Это показала Уже Не одна Провальная реформа Алексей Пшемыский Данил Косаковский Сергей Выдмить Подробности недели Телеканал Интер Попросим Прокомментировать Эту тему Геннадия Москаля Сейчас он Губернатор В одной из Самых сложных Областей Закарпатской А вообще Генерал-лейтенант Милиции Был даже Замминистра Внутренних дел Страны Геннадий Геннадьевич Я вас приветствую Скажите Многие в политике Говорят что Главная причина Вот такой ситуации С преступностью Это провал Реформы МВД Как вы Объясняете Происходящее И как вы Оцениваете Эту реформу Прошу Полный провал Если Сама госпожа Деканоидцы Заявила Что Денег нет Бензина нет Машин нет Зарплат нет Формы нет Того нет Сего нет Профессионалов нет То Извините Зачем было Начинать Реформу Чтобы то Что было Полностью Уничтожить Разогнать Милицию В пух и в прах Недаром я сказал Что Ну Но это напоминает Разбитый И разгромленный Остатки Партизанского Отряда На сегодняшний день Милиция Это действительно так Вы понимаете Как такой Милиции Нет Это иллюзия Что в стране Есть милиция Вы понимаете Если есть Преступники Значит Должно быть Правоохранительные Органы Если вы Уничтожили Правоохранительные Органы Но вы совершенно Боитесь Подступиться К Разным Мошенникам Убийцам Насильникам Маньякам Киллерам И тому подобное Они Конечно Пустота Природа Не терпит Пустоты Значит Они эту Пустоту Заняли На сегодняшний день Значит И бороться С ними Некому Понятно Вот как Оценивают Реформу Нацполиции Глава Закарпатской Области А в бывшем Замглавы Министерства Внутренних дел Спасибо Геннадий Геннадьевич Что нашли Для нас Время Ну а еще Один драйвер Роста преступности Коррупция Тот факт Что высокопоставленные Чиновники Слишком часто Уходят От ответственности Причем Даже тогда Когда их Ловят С поличным Ну например При получении Крупной взятки Дурной пример Как известно Заразителен Только подстегнуть Преступников Помельче Вдруг и им Удастся избежать Ответственности Елена Механик Продолжит эту тему И какой чиновник Не мечтает Стать высокопоставленным Они идут По карьерной лестнице Целенаправленно Снизу вверх По пути Обрастают Всякими полезными Связями И не всегда Полезными привычками Например Жить на широкую ногу И вот Когда уже Цель достигнута Пик карьеры Тут-то Большого человека Ждет большое Искушение Большие деньги Его пост Выше некуда Член Высшего Совета Юстиции Павел Гречковский Еще вчера вершил Судьбы судей А сегодня Они решают Его судьбу Его часы Тянут настолько же Насколько и взятка В получении которой Его подозревает ГПУ Полмиллиона долларов Но разве это деньги Для чиновников В чьем автопарке Майбах И Элленд Ровер Мерседес И БМВ Мы уже наклали на арест На его Достаточно пометное Майно Начиная От Майбаха До всего Иного Что он Придбал За свои Нелегкие Тодовежития Коллеги Гречковского Всполошились Но лишить его Полномочий Так и не решились Мол нет Пока доказательств С сегодняшнего дня Гречкиевский Не будет Приймать Участие У заседаниях Вищей Рады Юстиции И приймать Участие У решениях А на какие Представят Это все Зараз Это происходит Фактически На представе Его заявки Про Отпуск За собственное Бажание В отпуске И на свободе Гречковский Отделся Пока легким Испугом Вместо 13 миллионов Гривен Как того Требовало ГПУ Всего 4 Карьера Владимира Харченко ИО ректора Национального Авиационного Университета Могла взлететь Еще выше Но избавиться От приставки ИО Ему оказалось Не суждено Замаячила Экстренная посадка До 12 лет За решеткой А ведь еще Месяц назад На сайте родного Вуза Он лично писал О том Как под крылом Альма-Матер Побороли Разгулявшуюся Коррупцию Но вдруг сам Попался на взятки В 5 миллионов Гривен Людина приходит Каже Я працювал Сразу же после Такой катастрофы В авиауниверситете Ректор стремительно Ушел в крутое пике На больничный Публично признавшись У него вместо сердца Непламенный мотор Скандальная история Подкосила не только Здоровье ректора Но и семейный бюджет Следователи забрали Полтора миллиона гривен 70 тысяч евро И 50 тысяч долларов Я умею зарабатывать Ваши Это мы ездим Домашние сбережения Из зала суда Владимира Харченко Отправили под домашний арест Получилось только поговорить По телефону И только с родней Вы хотя бы на секунду верите Что человек Который всю жизнь боролся С коррупцией Которого Ставили ректором ИО И он потом сам Отказался От этой должности И лично министр Его просил Второй раз Прийти на эту должность И вдруг этот человек Типа взял взятку Причем такую Типа смешную Девушка Вы меня простите Но разговор окончен Но самая детективная история Как выйти сухим из воды Вышла Заместителем Министра здравоохранения Романом Василишиным Вот следствие говорит Он вместе с директором Урологического отделения Александровской больницы Серняком Придумал схему поборов Особенно распределяем лекарев На операции За кожную из яких Лекаря Вымагали гроши У пациентов И сдавали Цему серняку Серняк Ци гроши Аккумуливал И раз в тиждень Что тижня Практично Вит 50 до 100 тысяч Гривень Лишь из этого центра Отримовав Заступник министра Василишина Василишина Отстранили от должности Но сам он не сдался Пошел судиться Мы пытались узнать У экс-замминистра Где он и что с ним Роман Василишин Оказался неразговорчив Но у него Все в порядке Я застал На следмении Вот область Попор Чуть-чуть А недавно Стало известно О том Что экс-замминистра Вообще Восстановили в должности Через суд Министр здравоохранения Это комментировать Отказалась Извините Я сказала Что я зараз Не маю числа Вин подав Апеляцию Яка была задоволена Задоволение Отбулось Лишь с тією Підставой Что суд Першей инстанции Постановляючи Свои решения Не врахував Что на час Цього решения Вин уже был Звольнен Власти давали Уже не одно Обещание Расправиться С высокопоставленными Коррупционерами Но на деле Они пока остаются Лишь обещаниями Частейше за все Они идут на сгоду С стороной Обвинувачения И уже до суду Приходят Уже С уменьшенным Шансом покарания Отримают Або штраф Або умовный термин Увязан От тюрьмы Высокопоставленных Коррупционеров Спасают еще и Сами правоохранители Когда берутся за дела Которые вовсе Не их парафия Свидомо Идут на обшук Або идут Предъявляют Подозру Затримают Особу Впроважение Яке им Взагалі Не підслідно Перспективи Судової Не має Впрочем Некоторые дела Даже судом Пока и не пахнут Например Как дело О рюкзачной Коррупции В МВД Оно пролежало Два года Это кадры Как сын главы МВД Александр Аваков Приходит К заместителю Его отца Сергею Чеботарю Набу собирается дать ход этому делу Для фронта через компанию прокладки рюкзаки закупались по завышенной цене 3000 за штуку Детективы планируют допросить и самого главу МВД Будет ли Набу проверять и другую информацию Центра противодействия коррупции О том, что Аваков во времена своего губернаторства в Харьковской области мог быть причастен к махинациям землей Пока неизвестно По рюкзачному делу сообщили в Набу У них подозреваемых еще нет Так что и до суда далеко Елена Механик, Геннадий Никеенко, подробности недели, телеканал Интер В режиме видеосвязи к нашему эфиру присоединяется Дмитрий Добродомов Секретарь антикоррупционного комитета Верховной Рады Народный депутат партия Народный контроль Дмитрий, здравствуйте Спасибо, что присоединились Первый вопрос по сегодняшней истории с двойным убийством патрульных в Днепре Убийцей оказался бывший боец печально известного батальона Торнадо Но, как мы знаем, удалось его задержать только благодаря бдительности медиков Ведь если бы он не был ранен, не обратился за помощью Можно ли бы предположить, что и этого преступника не удалось бы задержать? Как вы считаете? Добрый вечер Ну, на самом деле, первое, я хотел бы высловить співшиття Родине, родинам загиблих Но, как мы знаем, что это происходит, то тут немае чего гадать, потому что была оглашена операция, дякуючи, действительно, пильности медикам, которые были завчасно попереджены в таких случаях попереджениях, в таких случаях попереджаются обовязково Они дали сигнал, далее уже это была справа технику Выравнивать и начать раскрывать злочин и не допускать такой количества злочин, которые мы имеем сегодня в Украине Ну, вы говорите о мелких преступлениях, о том, что люди не верят, что найдут виновных А как быть все-таки с громкими делами, за которыми мы все следим? Как пример, дело о рюкзаках Авакова И вы об этом много говорили Ваш коллега по парламенту Сергей Каплин Наконец, в антикоррупционном бюро уже заявили, что готовы допросить министра Как вы считаете, чем закончится это дело? Ну, я также уважно слушал антикоррупционного прокурора, пана Холодницкого Так, он сказал, что буквально в ближайшее время все детали, в частности, и этой справы, именно в детали расследования будут представлены Я надеюсь, что они будут объективными Но, наконец, утримался дозволь на то, чтобы проверять телефонные разговоры Министра, насколько мы пригодим Давайте ждем результатов расследования Я считаю, что так будет неправильнее А что до других гучных справ, то мы же видим статистику Лишь трое высокопоставленных правоохранителей Были посажены этого года за коррупционные действия Трое следователей, а еще один глава сельради Ось тут есть проблема, проблема не только в том, что не всегда правоохранители доводят эти справы до конца Проблема есть в судах, у нас есть судовая реформа И она предпочитает создание антикоррупционного суду, и мы имеем отдельный закон Например, наша группа «Народный контроль» в парламенте сейчас подготовила законопроект 5159 Который решит главные задачи и перепон, которые сейчас стоят на шляху расследования этих топ-справ Ну, во-первых, этих хабарников и коррупционеров в никаком разе не отпускать под заставу По-друге, мы пропонуем топ-хабарникам все-таки до вечного въязнения Так жорстко Ну и третье, безусловно, это еще раз наголошу про создание антикоррупционного суду Незалежно-объективная судовая реформа, до речи, за через неделю вступает в силу этот закон И она уже стартует И нужно внимательно следовать за тем, как будет происходить отбор этих судов Мы сделаем это незамедлительно После небольшой паузы, я хочу сказать зрителям, это одна из тем нашей второй части выпуска Мы благодарим Дмитрия Добродомова за ответы на наши вопросы После небольшой паузы вернемся Как всегда, самое интересное мы оставили на вторую часть Дождитесь Судебные судороги Что изменит судебная реформа и кто ее саботирует? Расстрел оборотня Кто и почему устроил показательную казнь Жилина под носом у российских спецслужб? Спасти наших Почему террористические ЛНР и ДНР тормозят обмен пленными? Это подробности недели, мы продолжаем, спасибо, что дождались До перерыва говорили об уже не поднимающем голову, а поднявшем голову криминале И сейчас говорим еще об одном элементе, без которого не удастся остановить рост преступности Это суды И дело даже не только в том, что дела в судах разваливают, что часто рассмотрения заканчиваются договорняком, а не приговором Есть и другая беда В стране банально не хватает судей Только за эту неделю уволились сразу четыре сотни Причем большинство на основании своих добровольных заявлений об отставке Именно так они реагируют на судебную реформу, которая заработает уже на следующей неделе, с 30 сентября Не останавливает даже неимоверный рост зарплат в сфере Что пугает судей и кто придет на освободившиеся места, выяснил Ярослав Кречко Небольшой дом на полтысячи квадратов в пяти минутах ходьбы от родины матери Квартира в центре столицы на улице Лаврской Скромные 12 соток земли в пригороде Киева А еще имение жены и три машины на семью И это не роскошь, а среднестатистическое состояние обычного служителя Фемиды Дмитрий Сокуренко Один из судей, кто подал в отставку Их сейчас сотни Только в этот четверг парламент уволил полтысячи человек Сокуренко ждет своей очереди Ну 65 рублей, вы что, ну разумеете Тут ступерсийные тайны Если бы Сокуренко в отставку не подал, ему, как и всем украинским судьям, пришлось бы проходить с десяток проверок На следующей неделе начинается масштабная судебная реформа Пришлось бы объяснять, как с зарплатой в 23 тысячи гривен в месяц он смог купить дом за 30 миллионов В миллион долларов, там, если так пораховать, да, под годы нам кошти Так что по нынешним ценам брать А когда оно будет побудовано? Высшая квалификационная комиссия, их уже проверять не будет И эти судьи пойдут в отставку Это с великим грошовым забеспечением Довичным Неприкосновенность и закрытость только тогда, когда это касается рассмотрения дел Во всех других случаях судьи будут, как все Их смогут задерживать во время получения взятки или другого преступления И на вопрос, откуда роскошь, тоже придется отвечать Если судья не может довести легитимность походжения своего майна И видно, что его остатки не отвечают этим доходам Это может стать самостоятельной подставой для того, чтобы извинять его с посады Собирать данные о судьях будет общественный совет Но увольнять, да и назначать служителей Фемиды Теперь будут сами служители Фемиды Не Верховная Рада, не президент, как было раньше А новосозданный Высший Совет Правосудия Правда, новое в нем лишь будет название По сути, туда войдет нынешний Совет Юстиции практически полным составом Вже есть подстава не целиком доверять тому составу, который есть Ну, в частности, всем известный судья Чаус Была даже рекомендация о его освобождении Темчасовой специальной комиссии, а потом дисциплинарной секции В Верховной Рады Юстиции А потом, когда он становится известным судею по резонансной справе В Верховной Рады Юстиции раптово меняет свою думку И его, скажем, оставит суддею Эти события, которые происходят вокруг В Верховной Рады правосудия Останным временем, раньше, где нас виноватывают в разных грехах Иснующих и неиснующих Как раз и есть пытаниями того, чтобы сделать нам залежными Каким-то образом по-новому залежными от кого-то Я, как судья, просто прямо заявила в правоохранительные органы Что мне, хоть и в завальованной форме, пропонировалась какая-то неправомерная выгода Лариса Гольник фактически белая ворона Пока таких судей, которые идут против системы раз-два и обчелся Но вот после реформы судейский корпус обновится почти на треть Но есть и обратная сторона медали Уже сейчас не хватает судей В состоянии турбулентности суды будут пребывать еще два года Тогда и станет понятно, новые люди изменили систему или, наоборот, вписались в нее Горослав Кричко, Ирина Тяченко, Валентин Белич и Вадим Реун Подробности недели, телеканал Интер Еще одна криминальная новость, которая активно обсуждалась в Украине Сепаратистские пауки начали пожирать друг друга Лидера Харьковского оплота Евгения Жилина расстреляли в подмосковной Рублевке Именно там он скрывался после своей диверсионной карьеры в Украине Это убийство затронуло сразу и Москву, и Киев, и Донбасс Перемешалось куча все И большие деньги, зарабатываемые на войне И уголь, который продолжает кормить чиновников по обе стороны, несмотря на оккупацию Посмотрите материал моих коллег Это подмосковная Рублевка Здесь еще с советских времен находятся загородные резиденции первых лиц России Элитные поселки вдоль Рублева Успенского шоссе идут один за одним Место, которое облюбовали российские миллионеры и миллиардеры Рублевку давно называют государством в государстве Привычный, размеренный уклад жизни здешнего населения нарушило громкое убийство В местном ресторане, где один обед может обойтись не в одну сотню долларов Киллер застрелил украинского сепаратиста Лидера плота Евгения Жилина, которого Украина объявила в международный розыск И это случилось практически под носом у российских спецслужб Ведь недалеко от ветерка государственные резиденции В следственном комитете Подмосковья обнародовали подробности убийства украинского активиста Евгения Жилина Рекламный слоган, утверждающий, что все хорошо, по-прежнему при входе в ресторан «Ветерок» Сейчас здесь немноголюдно С момента убийства прошло всего несколько дней Посетители идут неохотно Расправу над Жилиным зафиксировали камеры видеонаблюдения на ближайшей заправке Киллер, по данным следователей, ждал Жилина около получаса Злоумышленник был тщательно загримирован У него имелись накладные усы Спортивные очки с антибликовыми желтыми стеклами На голове надета панама глубоко посаженная, за плечем рюкзак Спутник Жилина Андрей Козар, которого тоже разыскивает украинская полиция За убийство харьковского журналиста Клементьева С ранением шею доставлен в больницу Киллера следователи до сих пор не нашли Три выстрела, три хлопка, с глушителем был пистолет, три гильзы, ну и все И потом все разбежались И он убежал вот по этой дороге, вот так побежал прямо туда, взлез Евгений Жилин, несостоявшийся глава несостоявшейся Харьковской республики После Майдана начал собирать так называемое ополчение Будет создаваться народная армия, которая будет освобождать территорию Он сбежал из Харькова еще два года назад Сначала в Донецк, к своему другу Захарченко, который когда-то был членом Жилинского оплота Знающие люди так и так рассказывали, что он просил Захарченко обеспечить ему некую поляну Но Захарченко ответил бывшему боссу таким очень дипломатичным отказом После конфликта Захарченко Жилин уехал в Москву Не поделили бизнес, одна из главных версий убийства Российская новая газета провела не одно расследование о круговороте денег в псевдореспубликах Один из экономических проектов Жилина был связан с легализацией украденных денег из Донецких банкоматов и хранилищ Но прожил он недолго Те деньги, которые они присвоили, ну или скажем так, национализировали, как они любят говорить В хранилищах местных, в Донбасских хранилищах НБУ, Национальный банк Украины Он их, соответственно, легализовывал, отмывал, проще говоря Позволяя этим деньгам вернуться обратно В том числе и в Киев, и в Харьков, и в Донецк Еще один интерес из бизнес-орбиты Жилина – контрабанда угля с Донбасса А еще металлолома с разрушенных заводов на оккупированной территории Его вывозят в Россию Однако за последние два года этот нелегальный рынок очень ужался Металл почти закончился, остался лишь уголь Кирилл Сазонов, журналист из Донецка, знает весь расклад его поставок Уголь оформляется, добытый в копанках ДНР, ЛНР, который стоит копейки Он вывозится в Россию, оформляется как угодно через подставную фирму Идет в ту же Украину, но уже как импортный Маржа безумная, то есть в 2-3 раза цена выше Процессы эти курирует, в принципе, тот же человек, что и раньше, Александр Янукович По одной из версий, чтобы не делиться падающими доходами Харьковского деятеля решили просто убрать Прибыль просто громадная Конечно, за эти деньги убивают Как стало известно, Жилину задолжали огромные суммы Доказательство тому – обыски правоохранителей у жены В квартире нашли расписки на полмиллиона долларов Якобы он кому-то там занимал чего-то Его жена, кстати, жила недалеко от границы с Украиной Но в России, правда, Белгород, там есть такой город И она достаточно неплохо там себя чувствовала Российское следство по делу об убийстве Жилина взялось за бывшего украинского чиновника Игоря Сосновского Он был советником Мазарова в бытность премьерства В эмигрантской жизни в Подмосковье просто соседом Жилина и бизнес-партнером Сосновский контролировал несколько шахт на оккупированной части Донбасса Каждое предприятие должно сдавать этот уголь для продажи его целенаправленно из, как они называют, государственный торговый дом ДНР Эта зачистка поля по дистрибуции продукции, она, очевидно, вызвала сопротивление у тех, кто был на этом поле И вот если верить версии Следственного комитета Российской Федерации, что это произошло на бизнес-схемах То Жилин, получается, был в этой схеме Убийство Жилина было выполнено настолько профессионально, что уже прошла неделя, а до сих пор ни одного задержания Ирина Иванова, Виталий Коваленко, подробности недели, телеканал Интер Ну а на Донбассе тем временем еще одна попытка сделать прекращение огня долгосрочным В Минске договорились о создании трех зон безопасности В Луганской области это город Золотое и Станица Луганская В Донецкой село Петровское Это пилотный проект Идея в том, чтобы у сторон не было возможности стрелять друг в друга И надежда на то, что если получится в этих трех зонах, тоже может произойти и в других местах Контролировать соблюдение договоренности о разведении сторон в зонах безопасности будут наблюдатели ОБСЕ Но вот другая новость из Минска не очень обнадеживает В ближайшее время не планируется обмен пленными на Донбассе Поскольку нужно разобраться со списками, заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма Все из-за раздутых списков боевиков По словам Кучмы, те уже хотят от Украины освобождение более 600 задержанных И предварительный анализ показывает в списках кто угодно Даже те, кто и не был в зоне конфликта Много преступников, в том числе и даже убийц Но действительно ли процесс обмена застопорен? Спросим у Юрия Тандита, переговорщика Центра содействия освобождения пленных и заложников при СБУ Юрий, спасибо, что пришли, здравствуйте Добрый вечер Скажите, что по вашей информации сейчас происходит с обменом? Ведь вы им занимаетесь уже на протяжении более чем двух лет Можете ли подтвердить слова Леонида Кучмы о том, что боевики требуют аж 618 человек? И почему они говорят всего лишь о 47 удерживаемых украинцев у себя? Заложниками считаются официально в Донецке и Луганске 111 человек Кроме этого, 9 наших героев находятся незаконно в России Мы каждый раз в Минске передаем их списки Кроме этого, 499 человека, это без вести пропавшие Которых мы тоже будем искать И сделаем все, чтобы вернуть их Процесс идет Тяжело, но идет Несколько дней назад был освобожден Джим Чугов и Супрун И мы дальше будем двигаться Есть распоряжение президента Василий Грицак ежедневно проводит оперативки Могу лишь подтвердить, что действительно 618 человек 618 человек, которых подавали в списки со стороны Донецка и Луганска Установлена их судьба И правда то, что там много убийств, простых преступников, уголовников Сейчас мы устанавливаем их правовой статус Это очень важно, потому что среди них действительно есть люди, которые не имеют отношения к АТО А мы не пиратская республика, мы правовое государство Будем действовать в рамках минских договоренностей И будем отдавать, кого можем отдавать Но действительно, рецидивист, который сидит в одном из западных регионов уже более 10 лет Он не имеет отношения к АТО Но его запрашивает один из полевых командиров Мы, конечно, не будем его отдавать Но процесс двигается Вы говорили о роли президента, извините, я хочу продолжить об этом А как вы можете прокомментировать заявление Надежды Ставченко, народного депутата от Батьевщины О том, что процесс обмена пленными нужно деполитизировать и даже вывести из него президента? Вы знаете, слова серебро, факты золота Действительно, мы уже более двух лет занимаемся процессом освобождения заложников На сегодняшний день освобождено или найдено более 3000 человек 3082 человека Мы надеемся и уверены, что силы Надежды Ставченко могут быть эффективными Когда она, выезжая за границу, выступает в том числе в ПАРЭ И там выходят на международном уровне на тех, кто может тоже нам оказывать помощь Но здесь идет процесс Служба безопасности специально для этого открыла центр Мы используем не только открытые источники информации Но мы проводим специальную операцию Благодаря которым до сих пор еще идет процесс освобождения Интересно, какие источники информации использует она Ее второе заявление по поводу обмена Вы говорите о 111 наших пленных Надежда Ставченко насчитала 245, кажется Знаете, я солдат Она политик, поэтому я бы не хотел комментировать ее заявление Могу лишь сказать, что у нас все очень четко Каждая цифра это человек А за каждым человеком стоит история Мы общаемся постоянно с родственниками Мы постоянно перепроверяем информацию У нас работает большое количество безымянных героев, волонтеров Которые заходят за линию соприкосновения Там много патриотов, которые нам тоже дают удивительные сведения Например, недавно обнаружили на территории Российской Федерации Одного из наших героев, который считался до этого безвести пропавшим И мы подходим к тому, чтобы выйти туда И попытаться его каким-то образом по легенде, возможно, оттуда выключить Юрий, последний вопрос Вы сами заговорили о родственниках И в первую очередь я задаю его для вас Ну хотя бы какой-то прогноз Все ли будут освобождены? Я понимаю, что сложно на него ответить Мы не остановимся Мы не остановимся, пока не заберем последнего Потому что мы своих не бросаем И хочу поблагодарить всех близких Мам, жен, детей Родителей, которые нам помогают и ждут И надеются на то, что мы все-таки их заберем Для нас это очень важно Я хочу сказать им большое спасибо И попросить их терпения Мы будем делать все по совести, чтобы забрать наших ребят Ну я хочу вам сказать спасибо от наших зрителей, от себя лично За ваш нелегкий трус Спасибо, что занимаетесь этим Это был Юрий Тандит, советник главы СБУ Ну, очень громкое заявление по Донбассу Прозвучало на этой неделе и из-за океана Вице-президент США Джо Байден сообщил Что Украина готова предоставить особый статус Донбассу Заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы На него тут же отреагировали и у нас в стране, и за океаном Появились даже версии о неверном толковании слов Байдена О каких же сложностях идет речь? Перевода или геополитики? Разбирался Дмитрий Анопченко Мой коллега с нами на связи из Соединенных Штатов Дима, я тебя приветствую Скажи, почему заявления вице-президента Вышли настолько громкими И что на самом деле он все-таки имел в виду? Коллега, вице-президент Байден На уходящей неделе действительно разоткровенничался Пожалуй, за все годы, сколько он в должности Это одно из самых цитируемых И самых неоднозначных выступлений Поскольку СМИ по-своему И трактовали, и переводили слова вице-президента Когда речь зашла об Украине Байден поделился Основное, что его беспокоит Европа уже не едина по поводу санкций против России Мол, их просто не будет, этих санкций Если Украина отсутствием реформ Даст повод в ней усомниться Понятна реакция Европы, когда они говорят украинцам Эй, парни, пока вы не пришли к власти Этой страной, по сути, владела Россия У них тут была марионетка Что теперь изменилось? В чем, черт возьми, разница? Почему вы требуете от нас участвовать в этих санкциях? И моя роль, думаю, и президент Порошенко, и остальные сказали бы вам то же самое Я цементировал все это И мы не пытались давить Мы просто знали, что если они дадут повод ЕС Там есть пять стран, которые прямо сейчас могут сказать О, мы хотим выйти из этого Как минимум пять И мы оказывали огромное давление на Европу Ну а вот далее, говоря о том, чего теперь ожидают от Украины Вице-президент заговорил о Донбассе Именно тут и начались, скажем так, сложности перевода Многие СМИ, переводя с английского на русский или украинский Вложили в уста Байдену слова Мол, Украина пообещала дать особый статус Донбассу Хотя в оригинале всего лишь куда более мягкое выражение They're willing Они намереваются, они склоняются к тому, чтобы Когда вы говорите о том, что Донбасс получит специальный статус И вы собираетесь изменить вашу конституцию Это все равно, что сказать Окей, знаете, Техас собирается получить специальный статус Которого мы не хотим Потому что Мексика получит больше влияния на Техас И мы собираемся провести это через американский конгресс Таким образом, есть реально непростые вещи Которые они должны сделать Они намерены, и я убежден, они это сделают Украинские дипломаты пояснили нам Речь идет о том, что страна согласится на расширение полномочий Донбасса Только если будет встречный процесс Обеспечение безопасности, контроль над границей Вывод российских войск И об этом во время переговоров Первые лица страны постоянно говорят американцам Где выведение войск Где закрытие кордона Где освобождение всех полоненных, заручников Цего нет Ну а вице-президент, он, конечно, и раньше был довольно прямолинейен в своих высказываниях Но сейчас, когда до отставки всего несколько месяцев Счел возможным и вовсе обойтись без излишней дипломатичности Сделав достоянием общественности Факты, которые до этого озвучивали лишь за закрытыми дверями Означает ли это определенную усталость И его самого, и Америки в целом Тем, что Украина медлит с реформами? Понятно, что да Значит ли, что цена наших ошибок и нашего промедления Может быть очень велика? Тоже да Более того, эта речь продемонстрировала Что в условиях, когда Америка увлечена избирательной гонкой Байден, в принципе, один из немногих Кто по-прежнему искренне интересуется Украиной Ну а остальные Остальные наверняка больше думают о дебатах На которых все и решится И вот мы сейчас в пресс-руме Первых президентских дебатов О них подготовки О том, что здесь происходит Смотрите далее в моем сюжете На горизонте высотки Манхэттена А здесь, совсем недалеко от Нью-Йорка Настоящая одноэтажная Америка Хэмпстед даже не город, а поселок Где живут всего-то 50 тысяч человек Не богачи, со средним достатком А иногда и откровенно бедные Именно здесь, в университете Ховска Уже завтра пройдут дебаты кандидатов Диалог в прямом эфире Любая ошибка, во время которого Запросто может стоить потери кресла в Белом доме Журналистов тут сегодня больше, чем местных жителей Каждый уважающий себя канал Посчитал нужным прислать группу И все ради одного только вечера Когда за эфиром в Америке Будут следить около 100 миллионов человек Компания ведь целый год длится Но у людей есть только три попытки Трое дебатов, чтобы увидеть Двух главных претендентов рядом На одной сцене, что называется лицом к лицу И многие избиратели именно в этот момент И примут решение Клинтон и Трамп действительно все время Старались держаться подальше друг от друга Даже переносили встречи с избирателями Если графики их поездок случайно пересекались И лишь теперь впервые Смогут на глазах у всех Обменяться аргументами, ввинениями Или оскорблениями Ведь для штатов дебаты давно уже Не столько политическое событие, сколько реалити-шоу А в реалити-шоу сложно найти Более опытного участника, чем Трамп В свое время телевизионщики Даже прозвали его Мистер Рейтинг Ведь одно только появление Трампа на экране Давало цифры любому шоу Он в прямом эфире, как рыба в воде Говорят теперь республиканцы Сам кандидат тоже решил, что ему И готовиться к дебатам особо не нужно Я немного репетирую Знаете, я столько видел людей, которые усердно готовились А потом не смогли сказать ни слова Нет, Трамп уже не тот Отвечают в штабе демократов Мол, его выступления, несомненно, яркие Но всю компанию их соперник якобы читает тексты Суфлера И непонятно, справится ли Столкнувшись с Хиллари вживую Впрочем, эти заявления скорее для поднятия боевого духа Перед завтрашним телешоу Ведь миссис Клинтон и сама признала Будет непросто Причем им обоим Дональд Трамп уверяет, что он искусный спорщик И мне тут нечего добавить Думаю, это будут сложные дебаты Испытания на прочность Кто из них более искусный спорщик Кандидаты будут демонстрировать вот в этом зале Мы одни из первых, кому сегодня показали Финальные приготовления К политическому шоу номер один Вот места для приглашенных Им нельзя выражать свои эмоции Чтоб не говорили политики на сцене Сами политики несколько часов простоят на ногах Все три раунда Дискутировать они будут стоя Клинтон предложила, чтобы у ведущего было право оценивать правдивость слов кандидатов Но сами модераторы, а это лучшие тележурналисты Америки В этом поединке готовы быть рефери, но не судьями А вот зрители, особенно те, кто еще не определился За кого и, главное, против кого они Такими судьями явно станут С Хиллари сейчас работают, чтобы когда Трамп начнет ее атаковать, она научилась отвечать спокойно и авторитетно, а не защищаться Мы увидим, что Хиллари станет шутить, улыбаться, а Дональд Трамп, он останется самим собой В прямом эфире не утаишь, кто ты на самом деле Так что зрители все увидят и все сами решат Обама и Ромни на прошлых президентских выборах Джордж Буш и нынешний госсекретарь Джон Керри в 2004 Билл Клинтон и Буш-старший в 90-х Рональд Рейган и Джимми Картер в 80-м У каждого из них была своя стратегия, как вести себя на дебатах Кто-то брал спокойствием и уверенностью Кто-то заставлял соперника выйти из себя Кто-то просто побеждал благодаря картинке и телегеничности На что сделают ставку Трамп и Хиллари? Их команды до последнего держат в секрете А возможно и сами не решили Понимая только одно, в условиях, когда шансы практически равны Именно эти несколько часов славы или несколько часов позора Способны очень многое изменить И для них лично, и для страны, которую они хотели бы возглавить Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер Университет Ховстра, первые президентские дебаты К выборам готовятся не только в Соединенных Штатах Америки В Европе, в ключевых европейских странах, уточнил сообщение на эту тему Тоже в топе новостей Франция и Германия, это два государства, которые определяют характер Евросоюза сегодня Именно они во многом авторы общей европейской политики В том числе и политики, направленной на поддержку Украины И сохранится ли эта поддержка, зависит во многом от того, сохранят ли свои посты Ангела Меркель и Франсуа Алант Начнем с Германии С нами на связи Татьяна Лагунова Татьяна, я тебя приветствую На региональных выборах партия Меркель уже терпит одно поражение за другим Как она сама реагирует на это? Вот что интересно, понимает ли, что это может быть ее последний год в политике? Да, рейтинги канцлера ее партии действительно падают Немцы просто устали от Меркель Все-таки она при власти уже 11 лет Взять хотя бы недавние опросы Больше половины граждан не хотят, чтобы она шла на четвертый срок Так что результаты местных выборов А недавно они состоялись сразу в двух немецких землях Мекленбург, Нижнее Померание и Берлин Показывают, каким может быть результат по всей Германии Впрочем, сама Меркель сдаваться пока не намерена и настроена очень по-боевому Аналитики говорят, что она просто не умеет проигрывать Возможно, именно поэтому Меркель до сих пор так и не объявила Будет ли она вообще участвовать в следующих выборах Но если все-таки решится, шанс на победу у нее есть За христианских демократов готовы проголосовать более 30% избирателей Если до выборов поддержка сохранится на таком же уровне То и в коалиции, которая формирует правительство Германии Они могут остаться старшим партнером И тогда особых перемен в немецкой политике ожидать не стоит Но если друзья, соперники Меркель, социал-демократы Нарастят рейтинги и станут старшими в коалиции Либо вообще сформируют свою собственную, например, с партией зеленых То можно предположить, что Берлин будет выступать за постепенную отмену санкций против России Эту идею социал-демократы озвучивают постоянно Есть еще один нюанс В Бундестаг попадут и правые популисты Альтернатива для Германии И не просто попадут, а с результатом минимум 15% Это евроскептики, которые выступают за ограничение приема беженцев И безусловную отмену санкций против России И с их позицией крупным политическим партиям И канцлеру тоже придется считаться Кто бы этим канцлером не стал Студия Спасибо, это была Татьяна Лугунова из Германии А во Франции за политической жизнью следит моя коллега София Гордиенко Она с нами на связи Соня, приветствую Скажи, у вас тоже усиливаются предвыборные настроения? Да, здравствуй, Алексей У нас пока только выборы тех, кто пойдет на выборы в 2017 То есть праймарис и то среди республиканцев Социалисты пока молчат Но в лагере националистов все четко Кандидат лишь один, это Марин Липен Конечно, для украинцев самый лучший вариант Это чтобы при власти все-таки остался Франсуа Аланд Во-первых, у него нет пиетета к России Во-вторых, он уже имел дело с Путиным Его позиция идентична позиции ЕС Что санкции это неплохой метод воздействия Читает давление на нашего северного, но горячего соседа Но, увы, последние опросы показывают Что у Аландо шансов остаться в Елисейском дворце очень мало И его самые серьезные соперники Это люди, которых друзьями Украины назвать трудно Марин Липен, если получит пост президента То не только нам не сдобровать Затрясется весь Евросоюз Дама не скрывает симпатии к Путину И антипатии к Брюсселю А Николай Саркази вообще с Владимиром Путином на «ты» Кстати, он копирует полностью риторику Липен По поводу миграции Даже своей предвыборной Тур де Франс Отправился по городам и весям Именно туда, где в 2012 году Больше всего голосов набрала лидер Национального фронта Впрочем, есть и третий претендент Это Алан Жупе Для украинцев он темная лошадка, но не для французов Премьер-министр в середине 1990-х Министр иностранных дел 2000-х Соратники называют его человек-компьютер И в вопросе о России он держится очень осторожно Никаких симпатий к Кремлю он не выражает Но в последней книге высказался в духе Оланда Назвал аннексию территории нарушением международного права И от Жупе Евросоюзу неприятных сюрпризов ожидать точно не стоит В Брюсселе хорошо знают, как с ним работать Но все решится уже этой осенью Если французские правые на своих партийных праймерис В ближайшие недели сделают ставку на Жупе Вероятно, что он и станет следующим президентом Он очень сильный кандидат А Франция и ЕС смогут обойтись без таких больших потрясений Если же к кандидатам от правых окажется все-таки Саркази Которая еще во втором туре поборется за Ересейский дворец Марин Липен То нам придется привыкать уже совсем к другой Европе Алексей? Спасибо, коллега София Гордиенко, наш европейский корреспондент, была с нами на связи Ну, мы вернемся в Украину Вот еще одна горячая новость сегодняшнего дня Люди в камуфляже в Киеве сегодня штурмовали офис компании Smart Holding Это предприятие связывает с Вадимом Новинским, народным депутатом от оппозиционного блока Как позже выяснилось, это были представители генпрокуратуры и СБУ Сотрудники рассказывают, правоохранители, подъехав к офису, сразу же начали взламывать дверь черного хода Вот на этих кадрах видно, что происходило Позже следственные действия приостановили В документах, разрешающих обыск, был указан не тот адрес После переговоров с юристами компании обыск продолжился Прессу внутрь не пускали Что искали, правоохранители не объяснили От комментариев отказались Пресс-секретарь генпрокурора в фейсбуке Объяснила, мол, это операция в рамках уголовного производства По факту завладения неустановленными лицами Имуществом Николаевского судостроительного завода «Океан» И доведения его до банкротства Как стало известно, обыски прошли также в Днепропетровской и Николаевской областях Это очередная грубейшая попытка давления власти на оппозицию и на оппозиционных политиков Ничего иным это назвать нельзя Спрашивается, зачем в воскресенье урушение предсоциальных норм Влавливаться в офис, где никого нет, ломать двери Для чего? Ни я, ни сотрудники смартфонды никогда не уклонялись от того, чтобы работать со следствием Если есть какие-то вопросы И предоставляли всю необходимую документацию По первому требованию Оппозиционный блок сделал свое заявление по поводу обысков в офисе народного депутата Вадима Новинского Там назвали происходящее политическим преследованием И попыткой отвлечь внимание общества от экономического кризиса и коррупции Вернемся в Днепр Напомню, там сегодня случилась трагедия Рано утром преступник, которого быстро опознали После случившегося застрелил двух полицейских После обеда он был задержан благодаря усилиям врачей Которым обратился за помощью Ведь и сам был ранен Светлана Шекера сейчас нам расскажет самые последние новости из города Света, приветствую тебя снова Ты уже нам рассказала, что преступник был прооперирован Нас волнует только одно, доживет ли он до суда Скажи, насколько его надежно сейчас охраняют Не случится ли так, что уже завтра он будет объявлен в розыск? Да, Алексей, как стало известно, преступника прооперировали Ему вытащили пулю из живота И в данный момент его уже вывезли из операционной Взяли под охрану, но он еще находится в состоянии наркоза И в полиции сейчас не исключают, что у Пугачева были сообщники По трем адресам следователи уже провели обыски И там обнаружили, на разных квартирах обнаружили поддельные документы Парики и Усых, которыми маскировался Пугачев Впрочем, еще до операции свою вину Пугачев не признал Он сказал, что это не его фамилия И еще добавлю, что стали известны подробности самого нападения Уже обработано видео с камер видеонаблюдения Так вот, именно полицейский Артем Кутушев, а не его коллега Как мы говорили ранее, перед смертью успел сделать выстрел и ранить нападавшего И уже у погибшего полицейского Пугачев забрал табельное оружие и скрылся Студия Спасибо, коллега Это была Светлана Шекера из Днепра С самыми последними подробностями той жуткой трагедии Которая разыгралась сегодня в Днепре Таким был сегодняшний выпуск Такой, какой была неделя Спасибо, что смотрели подробности недели Увидимся с вами уже через 7 дней Спасибо 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 Спасибо